Привет, друзья! Вы на канале MyGadget. Если вам надоело вздыхать, читая состав хлеба на этикетках, значит пора переходить на домашний и выбрать хлебопечку. Она приготовит не только чайбату с хрустящей корочкой, но и вкуснейшие йогурты, гарниры и многое другое. А главное, вам не придется полдня возиться с тестом, караулить духовку и отмывать гору липкой посуды. Покажем вам 5 достойных моделей хлебопечек по разным ценам. Погнали! На пятом месте GF Grill GFB3000. Цена на момент записи ролика от 8000 рублей. Компактная модель с большим набором программ. Размер хлебопечки всего 26х23х28 см. Для узких кухонь самое то, по бокам от корпуса должно быть свободное место для воздухоотвода. Длина шнура 75 см. Учитывайте это потому, что хлебопечку опасно включать в удлинитель. В этой модели можно за 3 часа испечь хлеб весом 500 или 750 граммов. Это примерно как полторы-две буханки магазинного. Поэтому GF Grill подойдет семьям из 2-3 человек. Если любите домашний хлеб, то будьте готовы печь его каждый день. Если торопитесь, то можно сократить время готовки в 2 раза. Но хлеб получится не таким пышным, и ускоренная программа подойдет не для каждого рецепта. Мощность этой модели 550 ватт. Достаточно для небольшой домашней печки. Но если хотите готовить очень плотный ржаной хлеб, он может долго пропекаться. У модели 19 автоматических программ. Для разных видов хлеба, сладкой выпечки, тесто на пельмени или пиццу. Можно приготовить даже йогурт или джем, а также обжарить орехи. Но отметим, что с вареньем нужно быть осторожнее. Кристаллы сахара могут повредить антипригарное покрытие чаши. У хлебопечки есть небольшой дисплей. Можно увидеть, сколько времени осталось до конца программы. Сверху есть окошко, через которое удобно смотреть, как идет замешивание теста. И увидеть цвет корочки хлеба. Можно выбрать, какой она будет, светлой или максимально поджаренной. Есть отложенный старт до 15 часов, чтобы хлеб испекся за ночь прямо к завтраку. Дополнительные ингредиенты, вроде орехов и семечек, можно добавить в тесто по сигналу хлебопечки. А когда программа завершится, выпечка останется теплой еще час. У модели энергонезависимая память. Если электричество отключится меньше, чем на 15 минут, то печь включится и продолжит работу с теми же настройками. Если света не будет долго, программу придется запускать заново. В комплекте с хлебопечкой есть одна лопатка-тестомешатель, мерная ложка, мерный стакан, крючок, чтобы достать из готовой буханки лопатку, если она застряла, и книга рецептов с прописанной громовкой ингредиентов. Учтите, что мука бывает разной, и некоторые рецепты, возможно, придется корректировать опытным путем. Ну а теперь давайте посмотрим на плюсы и минусы модели. Плюсы. Программы для джема и йогурта, энергонезависимая память 15 минут, компактность, автоподогрев и отложенный старт. Минусы. Небольшой объем и короткий шнур. В общем, если не съедаете по буханке хлеба ежедневно и хотите сэкономить место на кухне, GF-гриль – отличный вариант. Ссылку на модель оставляем в описании и двигаемся дальше. На четвертом месте Redmond RBM M1911. Цена на момент записи ролика от 10 тысяч рублей. Модель с большим количеством программ для буханок разного размера. Эта хлебопечка тоже довольно компактная, не больше микроволновки. Шнур длиной 120 см дает простор для размещения на кухне. Антипригарная чаша в этой модели больше, чем у GF-гриль. Подойдет семьям из 3-4 человек и при этом не приходится печь хлеб каждый день. Классическую буханку весом 500, 750 или 1000 граммов можно испечь за 3 часа. Здесь также есть экспресс-режим, чтобы сделать хлеб за 1,5 часа. Также можно выбрать, насколько прожаренной будет корочка. Мощность модели 550 Вт. Достаточно для печки такого объема, пропечется даже ржаной хлеб. В чашу ставится одна лопатка-тестомешатель, и в комплекте есть еще запасная. У Redmond, так же как и у GF-гриль, 19 автоматических программ. Кроме разных видов хлеба, можно готовить сладкую выпечку, молочную кашу и суп, тушить овощи, делать варенье, йогурт и разные десерты. Это почти как мультиварка, которая умеет мешать тесто. У хлебопечки есть дисплей, чтобы следить за временем и этапами работы. Наверху также есть прозрачная окошка, через которое можно посмотреть на замешивание теста. Отложенный старт у этой модели также до 15 часов, но его лучше не использовать, если в составе есть скоропортящиеся продукты. Дополнительные ингредиенты также можно добавить в тесто по сигналу хлебопечки. После завершения программы, буханка хлебопечки будет горячей еще в течение часа. У Redmond также энергонезависимая память, если электричество отключилось на время до 40 минут, то печь включится и продолжит работу с теми же настройками. В комплекте с хлебопечкой есть мерная ложка, мерный стакан, крючок и книга рецептов. Из минусов стоит отметить, что хлебопечки этой марки часто ломаются, примерно через полтора года использования. Поэтому здесь вариант повезет-не повезет. И в книге рецептов бывают ошибки, из-за которых хлеб не поднимается или не пропекается. Придется вычислять их опытным путем. Обобщим плюсы и минусы модели. Плюсы. Можно печь и маленькие большие буханки. Программы для джема, йогурта, десертов, каши и супа. Энергонезависимая память 40 минут. Компактность, автоподогрев, отложенный старт, сравнительно длинный шнур и запасная лопатка. Минусы частой поломки и нерабочие рецепты в сборнике. Поэтому Redmond RBM M1911 занимает только четвертое место. Много функций, но маловато надежности для данного ценового сегмента. Напоминаю, что ссылки на все хлебопечки в рейтинге мы оставляем в описании. Ну а мы переходим к модели на третьем месте. И бронзовым призером становится Starwind SBMP0921. Цена на момент записи ролика от 7500 рублей. Небольшая хлебопечка с программой для безглютеновой выпечки. Сразу отметим, что шнур здесь небольшой – 80 см, поэтому продумайте место на кухне рядом с розеткой. Антипригарная чаша в этой модели средних размеров. Подойдет семьям из 3-4 человек. Примерно за 3 часа можно испечь буханку весом 700 или 1000 граммов. Можно приготовить хлеб на полчаса быстрее, но он будет не таким пышным и более плотным в разрезе. Степень прожаренности корочки хлеба также можно выбирать. Мощность модели 550 Вт. Достаточно для печки такого объема. В чашу ставится одна лопатка и тестомешатель. Запасной нет, но поломки случаются крайне редко. У модели 13 автоматических программ для разных видов хлеба и выпечки, включая безглютеновый хлеб. Также есть программы для джема и просто перемешивания продуктов. Есть и ручной режим, чтобы вы сами могли выбрать, сколько тесто будет перемешиваться, подниматься и выпекаться. У хлебопечки есть дисплей, чтобы следить за временем и этапами работы. Как у предыдущих моделей, наверху прозрачная кошка, через которую можно посмотреть на замешивание теста. Есть отложенный старт до 13 часов. Звукового сигнала, чтобы добавить дополнительные ингредиенты здесь нет. Придется сыпать изюм орехи в начале готовки или ловить момент в процессе замеса теста. По завершении работы выпечка будет поддерживаться в тёплом виде 1 час. Память у модели также энергонезависимая. Если электричество отключилось на 10 минут, то печь включится и продолжит работу с теми же настройками. В комплекте у Starwind есть мерная ложка, мерный стакан, крючок и инструкция с рецептами. Вспомним все плюсы и минусы модели. Плюсы. Программы для безглютенового хлеба и джема, ручной режим, энергонезависимая память 10 минут, компактность, автоподогрев и отложенный старт. Минусы. 13 автоматических программ, только 2 размера буханок, нет сигнала, чтобы добавлять доп. ингредиенты и короткий шнур. В общем, Starwind SBMP 0921 – это добротная модель. Звёзд с неба не хватает, но всё нужно и есть. Собрано хорошо и безглютеновый хлеб приготовят без проблем. Напоминаем, что ссылки на все модели ждут вас в описании. Вы можете сами сравнить цены и характеристики всех хлебопечек. А теперь посмотрим на модель на втором месте. Phoenix Emo 020. Цена на момент записи ролика 6000 рублей. Хлебопечка с отличным соотношением цены и качества. По габаритам она чуть покрупнее предыдущих моделей, но всё ещё похожа на обычную микроволновку. Шнур 110 см. Это больше, чем у трёх хлебопечек в рейтинге. Даёт чуть больше простор для расположения хлебопечки на кухне. У модели антипригарная чаша, в которой примерно за 3 часа можно испечь хлеб весом 500, 750 и 900 граммов. Подойдёт семьям от 2 до 4 человек. Быстрый режим, чтобы не ждать долгой расстойки теста, тут также есть. Степень прожаренности корочки хлеба также можно выбирать. Мощность модели 650 Вт. Пропечётся даже ржаной хлеб. В чашу ставится одна лопатка-тестомешатель. Этого достаточно для таких объёмов. У этой модели 19 автоматических программ. Можно печь разные виды хлеба и выпечки, делать тесто, кашу, йогурт и варенье, а также варить рис. Ещё можно просто подогревать продукты. У хлебопечки есть дисплей, чтобы следить за временем и этапами работы. Прозрачное окошко здесь также есть, чтобы не мешая процессу смотреть за выпечкой. Отложенный старт у этой модели до 15 часов. После конца программы хлеб останется тёплым ещё в течение часа. Есть звуковой сигнал, чтобы вовремя добавить дополнительные ингредиенты. Память у модели энергонезависимая. При отключении электричества до 10 минут программа возобновится сама. В комплекте есть мерная ложка, мерный стакан, крючок и книга рецептов. Из минусов можно отметить опечатку в инструкции. В рецепте для дрожжевого теста муки нужно класть в два раза больше, в остальном претензий к этой модели нет. Вспомним все плюсы и минусы модели. Плюсы. Много разнообразных программ. Три размера буханок. Энергонезависимая память 10 минут. Автоподогрев. Отложенный старт. И длинный шнур. Минусы. Ошибка в одном рецепте. За свою цену эта хлебопечка очень хорошо нафарширована и может частично заменить мультиварку. Здесь и большой разбег по весу хлеба и 19 программ, чтобы готовить разную выпечку. А мы переходим к победителю рейтинга. Китфорд КТ309. Цена на момент записи ролика 10 тысяч рублей. Модель, в которой за один раз можно приготовить хлеб весом полтора килограмма. Длина шнура всего 80 сантиметров, поэтому заранее найдите место возле розетки. Да и по габаритам модель покрупнее предыдущих печек. У модели объемная антипригарная чаша, в которой также примерно за три часа можно испечь хлеб весом 1000, 1250 и 1500 граммов. Экспресс режим, чтобы испечь хлеб побыстрее, тут также есть. Степень прожаренности корочки можно выбирать. Мощность этой модели 850 ватт. Для таких объемов как раз то, что нужно. В чашу ставятся две лопатки тестомешателя, чтобы все ингредиенты хорошо промешивались. Если не хотите, чтобы тесто запекалось прямо с лопатками, их можно достать до нагрева, когда хлебопечка издаст звуковой сигнал. Так готовый хлеб будет совсем целым. Также тут есть звуковой сигнал, чтобы вовремя добавить дополнительные ингредиенты вроде изюма и орехов. У Китворд 16 автоматических программ для разных видов выпечки и хлеба, включая безглютеновый. Также можно делать тесто, йогурт и джем и просто перемешивать продукты. Есть ручной режим, чтобы задать свои параметры замешивания и выпекания. Тут также есть дисплей для управления процессом и прозрачное окошко, чтобы следить за выпечкой. Отложенный старт у этой модели до 15 часов, а после окончания программы хлеб останется теплым 1 час. Память у Китворд энергонезависимая. При отключении электричества до 10 минут программа возобновится сама. В комплекте есть мерная ложка, мерный стакан, крючок и инструкция с рецептами. Но хлеб по инструкции часто получается непропеченным, поэтому пользователям приходится искать нужные громовки в интернете. Обобщим плюсы и минусы победителя. Плюсы. Много программ, ручной режим, энергонезависимая память 10 минут, большая мощность, автоподогрев и отложенный старт. Минусы. Большие габариты, только большие размеры буханок и продуманные рецепты и короткий шнур. В целом, среди недорогих хлебопечек Китворд лидирует. Этому бренду доверяют уже много лет. Так что, если вы планируете выпекать большие буханки, то эта модель – хорошее решение. Наш обзор подошел к концу. Пусть в вашем доме всегда будет свежий, ароматный и полезный домашний хлеб. Подписывайтесь на канал MyGadget и увидимся в новых полезных видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok